Сегодня 75 лет исполняется Валентине Сельковой, обладателю звания лучший педиатр России. Своей нелегкой профессии она дала 52 года. 20 из них проработала в Сыктывкарской детской поликлинике номер 2. Родители пациентов отзываются о ней не только как о настоящем профессионале, но и о человеке, который умеет найти общий язык с каждым ребенком. Светлана Некрасова встретилась с детским доктором. Сегодня у нас будет занятие про витамины. Вы слышали такое слово? Витамины. Молодцы. Витамины в чем содержатся? Морковки, капусти. Валентина Селькова рассказывает малышам детского сада о том, как не болеть. Ее советы – результат полувековой работы в качестве педиатра. Еще недавно она трудилась в детской поликлинике номер 2. Прописывала юным пациентам пилюли, назначала прогревания и уколы. За полвека через ее руки прошли тысячи ребят. Специальность педиатра Валентина Ивановна выбрала не случайно. Ее мама была акушеркой в селе Куратово Сысельского района. Сама участковая больница стояла недалеко от их дома. И в дни проведения профосмотров приезжие медики всегда останавливались у них. Так что, окончив школу с золотой медалью, Валентина, не раздумывая, выбрала Архангельский мединститут. Окончила его с красным дипломом и вернулась в родной район. Было тяжело, многое не понимала, но средний персонал был очень сильным. Фельдшера, медсестры, акушерки. И я в первое время в течение года смотрела и училась, как надо работать, как относиться к больным, как помочь в любое время суток. Несмотря на молодость, она сначала руководила Бортонской участковой больницей, затем лечебным учреждением в Куратово, где под ее патронажем было более полутора тысяч детей. Машин у медиков в то время не было. Добирались до деревень или на лошади, или пешком. Чтобы дойти до своих маленьких пациентов, молодой врач преодолевала десятки километров бездорожья. При этом была для больных и педиатром, и окулистом, и лором, и хирургом. Помогала и детям, и взрослым. Из совхоза привезли мужчину. Когда он сверлил на станке, металлический кусочек попал в глаз. Я думала, что делать. А фельдшер говорит, а ты возьми магнит, вот и вытащишь кусочек. Потом мы покапали в глаз, все зажило. И зрение он не потерял. Талантливого доктора заметили и пригласили в Сыктывкар. В столице Валентина Селькова прошла путь от простого педиатра до заместителя главного врача детской поликлиники. Кроме того, на протяжении 17 лет была главным внештатным специалистом Республиканского министерства здравоохранения. Ее коллеги говорят, Валентина Ивановна всегда помогала советам каждому, кто к ней обращался. Будь то пациент или врач. Я обратила внимание на то, что этот человек очень доброжелательный, очень интеллигентный. Вообще не с коллегами, вообще не с пациентами. И человек высочайшей ответственности. Много мы решали с ней вопросов совместно. Именно по профилактике заболеваний. И особенно вот мы столкнулись тогда, в те годы, в 80-е, она обращала очень серьезное внимание на гипотрофию, на детей с подниженным весом, на вопросы грудного вскармливания. Победа Валентины Ивановны 4 года назад на всероссийском конкурсе «Врач года» никого не удивила. Ее коллеги уверены, доктор Селькова это звание заслужила. Сама педиатр отмечает рецепт ее успеха, ответственность, постоянное саморазвитие и любовь к профессии. Впрочем, главная награда для нее не звание и грамоты, а улыбка маленького пациента, которому она помогла побороть болезнь. Светлана Некрасова, Елена Кононова, Надежда Бушенева, телеканал Юрган.